опять приветствую вас всех на своем канале продолжаем по городам донецкой области после лавры я настолько устала что я честно говоря не ожидала очень получился энерго для меня энергозатратный расклад очень ну молитесь за свою лавру за батюшку возглавляющий этого лавру за всех служителей лавры молитесь молитесь за восстановление лавры а сейчас давайте посмотрим николаевка и славянск про славянске я уже делала расклад но посмотрим что на сегодняшний день я честно говоря не помню меня уже как-то знаете как в одну сплошную киноленту это все начинает собираться поэтому могу повторяться не не обессудьте тем более события меняется с невероятной скоростью делаешь расклад нас вот в россии руки рутуб сделали туда вроде загрузка видео идет но быстро но модерация идет пару дней в результате ты зачастую уже с раскладами как бы опаздываешь поэтому что касается событий на украине в основном расклады делаю на youtube на ю тубе надеюсь что не заблокирует надеюсь и так николаевка и славянск николаевка и славянск они это понимаю очень недалеко друг от друга по карте вот смотрю лиман там обстреливают конечно очень сильно очень даже новостях у нас показывали что река там где-то северодонецк как она там правильно называется чем там у вас конечно серьезно очень все давайте вот как у меня на экране стоит славянск и рядом николаевка вот так давайте разложим славянск и николаевка славянск пока не определенная ситуация на сегодняшний день а николаевка как сказать как-то очень легко ко всему относится николаевка николаевка как-то так либо извините в районе николаевки очень много необдуманных действий но так как это на саму николаевку то я так понимаю что необдуманные действия именно со стороны руководства самого населенного пункта может быть даже мирного населения очень много необдуманных действий не знаю с чем это связано вам виднее потому что я говорю я ваших населенных пунктов вообще ей наших то толком не знаю хотя бы как-то могу представить потому что сама здесь живу а ваши населенный пункт вообще не представляет тем более донбасс очень регионы такое своеобразные в плане рабочие вот это вот все горнодобывающие всякие комбинации заводы в общем такой вот рабочий регион поэтому мне сложно представить что у вас там как происходит процессы но вот я вижу что славянский очень неопределенная ситуация причем не определились мирные жители не понимают что происходит до конца а в николаевки слишком безответственно относятся ко всему как-то вот ну и не знаю может быть кому-то нужно уехать до куда-то если есть возможность но остается вопреки всему люди не идут на то чтобы какие-то найти дополнительные места где можно если что спрятаться ну как-то вот ну в общем вам судить что в отношении чего вы очень необдуманно подходите к вопросу я потому что в любом случае всю донецкую область западную часть накрывает в любом случае поэтому что происходит в славянске сейчас и что происходит в николаевке сейчас славянске интересная ситуация вышла императрица и маг надежно устойчиво и ну и в какой-то степени безопасная по так сказала ситуация сейчас в славянске и идет какое-то объединение у вас городке вашим то есть может быть вот вы как мирное население объединяетесь ну помощи друг другу поддержки не на и идет очень кропотливая работа на чем-то на чем вы работаете ребят но я так понимаю что работа идет над тем чтобы городу выжить и выжить мирному населению вот какой-то вот такое у меня идет ощущение хотя маг это в общем то как единоличник видимо кто-то у вас есть такой человек который вот вокруг себя всех объединяет а вот это вот единение всех сбор вокруг кого-то 1 да и вот дает это ощущение безопасности и надежности и очень кропотливой в этом плане идет работа ну что такое опять пящие николаевка я так понимаю что вот наши не николаевки есть договоренность о спокойной сдаче и днр но если там сейчас находится в силу то они уйдут ну может быть даже может быть сдадутся в плен будет договор договор о том что в силу придут вы если там днр нет значит эта ситуация уже сложившиеся такой вот процесс вяло текущий потому что пентакли они медленные карты сами по себе тут рыцарь у нас спит или вообще умер а вот и туз это как начало чего-то нового разумного так скажем так днр в отношении славянска или л днр как я не знаю есть там разделение в данном случае или нет буду говорить л днр армии л днр как будто складываться события для л днр славянским и соответственно городу и и николаевка днр в отношении славянска и л днр надеется на понимание и договоренности для сохранения своих ресурсов но к сожалению это ошибочная надежда на это ты иллюзии и что будет дальше если договориться не удастся лежим подумаем и все-таки договоримся сделаем новые предложения новые какие-то возможности и все равно договоримся да интересные конечно события все на договорнике ну а в николаевке все будет отлично в общем то все спокойно королева мечей тоже угомонилась но могут быть прилеты и обстрелы или самолеты но в общем то все равно что будет благополучно разрушение будет минимум минимум пострадавших вот такое сонное место договорились и все будет окей николаевки а вот славянский ну не так все просто но все равно договорятся вот такой расклад для славянская николаевки спасибо вам за внимание если есть вопросы вы не стесняйтесь пишите в комментариях я мне сообщение про комментарии приходят и поэтому я их отслеживаю и если что-либо сделаю дополнительные расклады либо отвечу на ваш вопрос спасибо за внимание до новых встреч